Здравствуйте! Я Анастасия Емцова. Это информбюро программы чистых новостей. И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Проход закрыт. Нам обратились жители улицы Северная города Михайловска. На их территории, которую они облагораживают за свой счет, появилась вот эта вот белая постройка, которая переградила татуар. Теперь, чтобы выйти на улицу и сесть, например, на маршрутку, им приходится пересекать в проезжую часть. А хозяин постройки не чешется. Как развивался конфликт? Сюжет Алексея Форсикова. Впереди 8 марта и уже пора задуматься над подарком для любимых дам. Самые изысканные и популярные – это, конечно же, цветы. Сильно ли они подорожали и где можно купить подешевле, расскажет Анна Кривецкая. Завтра столбик термометров вновь поднимется выше нуля. А насколько – узнаете в конце программы. Проход закрыт. К нам обратили жители одной из улиц города Михайловска. Их тротуар перегородила непонятная постройка. Ходить по нему стало просто опасно. Люди вышли на тропу войны. Застройщикам и администрацией. Чем закончилась история. Сюжет Алексея Форсикова. Я не могла окно открыть. Воничья. Машина за машиной. Трактора. Все. Гул, стук. Креп-реп. Жить в тихом районе напротив стройки – удовольствие для этих людей весьма сомнительное. А начиналось все вполне мирно. Сначала появилось здание станции техобслуживания с гаражами, которое на несколько метров вышло за красную линию улицы. С этим люди еще как-то мирились. Но, когда стали строить пристройку, которая перегородила тротуар, тут терпение и закончилось. Потому что тротуар, который люди ремонтировали за свой счет, стал упираться в красивую белую стену. И чтобы попасть на соседнюю улицу, приходится выходить на проезжую часть. Люди кивают на администрацию Михайловска. Там, мол, ничего не делает. Ну, если они делают такое безобразие, давайте мы каждый будем делать безобразие такое. Во-первых, приходят претензии предъявлять, то мусор лежит, то трава лежит, штрафовать. А почему же за вот это? Причем мы вызывали главу администрации, эту, как ее, Наталью Ивановну Полякову. Она вот тут побегала, побегала, сказала, все, все, все. Две недели тому назад это дело было, а вот сыны не там. Главный архитектор Михайловска уверяет, сначала все было по закону. И заявление владельца участка было, и публичное слушание, и разрешение на строительство. И даже в местной газете, по словам чиновницы, обо всем написали. Только вот потом вместе с пристройкой и появились сомнения в законности происходящего. И если бы люди не обратились, то эту конструкцию чиновники увидели бы только в июне. В плане администрации объезд этой улицы стоит летом. Естественно, сразу был выезд комиссии произведен, составлен акт, то есть то, как положено по законодательству. Выяснили, что сейчас уже здесь другой собственник земельного участка. Ему было вручено предписание, согласно которому он должен до 20 марта демонтировать все постройки, которые им построены самовольно, тем более с выходом за красную линию улицы Северной. Вот это самое предписание, которое хозяйка постройки отдала жителям улицы и уехала, узнав о том, что к ней есть съемочная группа. Мы непременно вернемся сюда до 20 марта и посмотрим, чем закончилась эта история. Алексей Форсиков, Александр Колодко, Информбюро. Был бездефицитный, стал дефицитный. В краевом бюджете произошли корректировки. Об этом стало известно сегодня на внеплановом заседании правительства. Губернатор края Валерий Зеренков отметил, что одна из главных задач – исполнение майских указов президента. Это повышение зарплаты бюджетникам, дополнительные места в садиках и образование новых центров по предоставлению госуслуг. На все это краю требуется дополнительно 2,5 миллиарда рублей. Все это то, что люди ждут сейчас. Они на нас надеются, и мы должны оправдать их ожидания. Поэтому идем на непростой шаг, на дефицит краевого бюджета. Мы стоим перед выбором – или благополучие казны, или благополучие ставропольцев. Для меня всю жизнь было главным принципом о людях думать в первую очередь. Канун 8 марта цветочные магазины уже забиты до предела. Все готовятся к предстоящему Международному женскому дню. Между тем, цены на розы и тюльпаны заметно подскочили. Во сколько обойдется простой букет на праздник, и сколько придется отдать за шикарные цветы, почитала Анна Кривецкая. За несколько дней до 8 марта, рассказывает Наталья, в цветочном магазине уже ажиотаж. В рейтинге самых популярных цветов лидируют тюльпаны и розы. Именно они в предпраздничные дни подорожали. Цена одной розы доходит до 300 рублей, если это букет или корзина, придется изрядно раскошелиться. Один тюльпан обойдется также около сотни. Но цены не распугивают покупателей. Именно тюльпаны расходятся на ура. Потому что розы можно купить в любое время года, а тюльпаны – это только весенний цветок. Летом мы тюльпаны не выращиваем. А вот Анатолий букеты продает прямо на улице. В отличие от магазина, его цена более народная. За сотню можно купить даже небольшой букет тюльпанов. Нарциссы, мимосы, анютины глазки – в ассортименте все весенние цветы. Но прежде чем покупать такой подарок, советуют психологи, стоит задуматься, какие цветы понравятся вашей женщине. Подруге или девушке лучше купить более нежный, например, лилия. Законной супруги – ирис и коалы. А вот мама, скорее всего, оценит композиции из незабудок, хризантем или французских роз. Когда человек не очень уверен в том, каковы индивидуальные особенности избранницы, ну или того человека, которому дарятся цветы. Белое – это то, что наверняка будет выигрышно. Это нейтральный цвет, ничем не отягощен. Красные обычно все-таки дарят боре зрелым женщинам, мамам или руководителям, свекрови, тещи. Это то, что наверняка подойдет. Если говорить про какие-то особенные цветы – фиолетовые, розовые – это все-таки стоит учитывать пожелания, предпочтения. Но если нет времени выбирать, лучше взять весенние тюльпаны. Ведь даже самый маленький цветок порадует любимых дам. Анна Кривецкая, Владимир Логвинов, Информбюро. Накануне появилась информация о том, что многие продукты подорожают в несколько раз. Хлеб, макароны и даже картошку в аграрном крае можно будет купить за аховские деньги. И вот как прокомментировал это председатель Краевого комитета по пищевой промышленности. Мы сохранили цены. Например, то, что касается хлеба. Существует поддержка искрового бюджета, когда компенсируется часть затрат на производство социально значимого хлеба формового из муки первого сорта. И здесь мы сохранили уровень цен, который у нас в крае сложился в августе 2012 года. Мы сохранили цену на молочную продукцию и увеличили продукцию плодо-овощную. И за счет этого вот держим эту планку. Вторую жизнь подарили реанимации Шпаковской центральной районной больницы. Новое оборудование и свежеремонт на всю модернизацию отделения потратили 5 миллионов рублей. Закупили только самое современное оборудование. Кардиомониторы для мониторинга сердечного ритма, аппараты искусственной вентиляции, 6 функциональных кроватей. Врач уверен, что с новыми техниками удастся спасти гораздо больше жизней. Ну уже проблем гораздо меньше. То есть наличие нормальной, хорошей техники уже позволяет более-менее обеспечивать более высокий уровень обеспечения, повышения лечебного процесса. Раковой опухолью Юрий Белый назвал коррупцию в рядах чиновников. Сегодня спикер Краевой Думы отвечал на вопросы журналистов. Юрий Белый подчеркнул, что того, кто хоть раз взял на лапу, надо немедленно выпроваживать из властных структур. Не могли журналисты не задать вопрос о многомиллионных хищениях в водоканале. Слишком много нечистых на руку, заявил председатель Краевой Думы, работает в сфере ЖКХАН. Кто не прочь, незаконно подзаработать. С этим скандалом в водоканале обязательно разберутся компетентные органы. А вот с тарифами на коммуналку будут разбираться уже депутаты на мартовском заседании Думы. Ведь цены действительно взлетели. Семь таких территорий, где оплата за поставку горячей воды поднялась тоже в три, в четыре, в пять раз. Что касается конкретного случая, мы это знали еще с сентября месяца, поднимали тревогу, говорили о том, что так делать нельзя. Этим занимается полиция. Я думаю, мы в ближайшее время услышим и о более серьезных нарушениях. А мы уходим на небольшой рекламный блок. И сразу после него в Ставрополе выбирали «Женщину года». Деловая женщина, успешная молодость, женщина на своем месте. Кто победил в номинациях, узнаете через пару минут. Не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Это информбюро программы «Чистых новостей». Строить карьеру, руководить бизнесом и хлопотать по домам. Этим женщинам все по плечу. В преддверии первого весеннего праздника в Крымом центре самых достойных, успешных представительниц прекрасного пола наградили. Поводом стало подведение итогов конкурса «Женщина года-2012». Победительниц выбирали в трех номинациях. Успешная молодость, деловая женщина и женщина на своем месте. Секретами своего успеха одна из победительниц конкурса поделилась с Кристиной Богдановой. В преддверии торжественного награждения Зоя Андреевна Швитко даже не волнуется. Говорит, за долгую жизнь в подобных конкурсах довелось участвовать не раз. Хотя времени на такие торжества остается немного. Всю свою жизнь посвятила работе. А она у нее непростая – накормить хлебом население края. С профессией Зоя Андреевна определилась еще в совсем юном возрасте. Когда я заканчивала школу в 10 классе, мне мама задала вопрос, кем ты хочешь быть? Я говорю, кондитером-технологом или учителем русского языка и литературы? Она мне на это ответила. В Ставрополе эту специальность кондитера ты не получишь? Учить тебя на стороне денег нет? Иди в педагогический на русский язык и литературу. Поэтому это не случайно. Это две мечты, которые у меня были с детства. Педагогике Зоя Андреевна посвятила более 30 лет. Потом судьба привела в дошкольный комбинат питания. Хлеб предприятия города тогда выпекали никудышный, замечает Зоя Андреевна. И поэтому приняла решение – печь свой собственный. Потом комбинат закрыли, а на его базе организовали хлебобулочный цех МКС. Я осталась там, и вот мы из года в год расширяли, начали с хлебушкой. Дошли до всех видов. Все, что делается, печется из муки. Начиная от хлеба, кончая тортами, пирожными и так далее. Когда Зоя Андреевна только пришла в цех, там пекли только два вида хлеба. Сейчас их более 30. Также пекут кондитерские изделия и вкуснейшие булочки. Ассортимент насчитывает более 200 видов изделий. И все рецепты заимствованы из семейной копилки. При этом Зоя Андреевна, как истинная женщина, стремится кормить вкусно и качественно не только домочадцев, но и жителей города. Решили создавать хлеба на чистом кефире, на чистой сыворотке. Хлеба без дрожжей, без грамма дрожжей. В 2012 году мы выпустили хлеб без дрожжевой, белый, без дрожжевой, ржаной. Это очень полезно для здоровья людей, не все переносят дрожжи. Процесс изготовления каждого вида продукции Зоя Андреевна контролирует лично. В цех приходит первая и уходит последняя, контролируя каждую мелочь. Ведь работа ответственная. Это работа, которая тебя не оставляет ни днем, ни ночью. Я не лягу спать, пока не проверю, как прошли заявки на следующий день. Потому что это же питание. Это то, что очень важно. Это жизнь людей. Поэтому это настолько важное дело, очень нужное дело всем. Ее заслуги не остались без внимания. В конкурсе «Женщина года-2013» Зоя Андреевна Швыдко удостоилась специальной премии. Но по признанию героини, самая большая ее награда – это семья. Сын, которого воспитала достойно, сейчас возглавляет молочный комбинат «Ставропольский». И внук, который тоже мечтает продолжить благородное семейное дело. Кристина Богданова, Александр Колодко, Информбюро. Вместо штрафов – цветы и подарки сотрудники полиции. Сегодня поздравили женщин-водителей с наступающим 8 марта. Как признали сами дамы, такой сюрприз для них был неожиданным, но очень приятным. Не обделили вниманием инспекторы прекрасную половину водителей троллейбусов. Стаж за рулем у них обычно большой, а вот нарушений практически не бывает. Кстати, по краевой статистике, слабый пол попадает в ДТП гораздо реже, чем мужчины, да и нарушают женщины, отметили гаишники, незначительно. В основном неправильно паркуются и не пристегиваются ремнями безопасности. Чтобы привлечь внимание и женщин, и мужчин-водителей, все-таки безопасность дорожного движения, прежде всего, в руках любого водителя. И начиная свой путь от дома, от работы и обратно, конечно же, надо начать с того, чтобы пристегнуть ремень безопасности, включить ближний свет фар и просто настроиться на безопасное движение, не создавая угроз и помех ни себе, ни другим участникам дорожного движения. Безопасность любого водителя в его, прежде всего, руках. И все же, кто увереннее себя чувствует за рулем? Мужчины или женщины? Мы спрашивали людей на улицах. Но даже в канун женского праздника мужчины стояли на своем. Они будут лучшим. Смотрим нашу постоянную рубрику «Вопрос дня». Наверное, мужчина. Почему? Не знаю. Ну, я так думаю. Думаю, что мужчина. Почему? Ну, потому что у них заложено, наверное. Ну, я думаю, что эти и другие. Женщины тоже имеют право на похвалу в этом плане. Очень много женщин, аккуратных водителей, соблюдающих правила. Пусть женщины не обижаются. Потому что я профессионал. И часто сталкивался с женщинами. Ну, не на много. Я даже не знаю. И женщины тоже бывает хорошо. Конечно, мужчина. Почему? Ну, потому что мужчина, он прирожден водить машину. Ну, женщины. Конечно, есть и женщины, которые хорошо водят. Но это исключение. По-моему, мне женщина. У меня как-то случалось всегда. Мне всегда уступят на пешеходном переходе. Всегда уступают. Женщина в аварии больше. Вы знаете, женщина как-то немножечко осторожничает. Мужчина более уверенный. Мужчина, мне кажется. Почему вы так считаете? Ну, мужчина более концентрированный человек такой. Мне кажется, мужчина все-таки лучше водить, чем женщина. Хотя есть исключения. Я все-таки думала мужчина. Сегодня в этом буквально убедилась. Я думаю, мужчина. А что произошло? Ну, женщина ехала немного с поворотами. Туда, не туда. Ну, в общем, картина была страшная. Мне тоже страшно стало. Поэтому я думаю, все-таки мужчина. Мужчина, конечно. Почему вы не знаете? Ну, не знаю. Мне кажется, более внимательным. Мужчина. Почему вы так считаете? Ну, потому что я так думаю, что мужчина. У него больше реакций. А вот женщинам с детьми, которые оказались в беде, обязательно помогут в Есентуках. Там открылся настоящий дом мамы. За помощью туда могут обратиться те, кто уже имеет детей, или же кто только в ожидании чудом. В случае сложной жизненной ситуации там и накормят, и приютят. Мария Ванесова расскажет подробности. Будущее нации в руках матерей. Несомненно, эти руки самые ласковые и любящие на земле. Они дарят малышам тепло, согревают их и оберегают от всех несгод. Но стать мамой не так просто. С появлением долгожданного малыша на свет семья сталкивается с определенными трудностями. Жилищные условия, специальное питание, медицинская помощь маме и малышу. К сожалению, есть и такие семьи, которым особенно тяжело воспитывать малышей. Чтобы помочь тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, Пятигорская и Черкесская епархии открыла не центр, а настоящий мамин дом. Я вижу таких мам в храмах, которые приходят со слезами и говорят, что фактически они остались на улице. И именно сейчас им жить негде, чтобы решить все свои проблемы. Вот для них этот дом рассчитан. Вот такого центра самостоятельного, юридического, это моя мечта вообще-то была, чтобы сделать кризисный центр для женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, может быть даже не один. Но сейчас пока что финансовая сторона не позволяет нам это сделать. Я очень благодарен епархии, что они пошли и сделали первое такое открытие. На данный момент в доме может находиться шесть мамочек с детишками. Также сюда могут обращаться и женщины в положении. Будущим мамам здесь только рады. Им совершенно бесплатно будут оказывать помощь десяти специалистов. Юрист, психолог, социальные работники и медики. Условия полного комфорта и безопасности. Чтобы получить помощь, ничего кроме заявления не нужно. Достаточно просто обратиться в любой храм или самостоятельно прийти в центр. Место расположения у него самое удобное – привокзальная площадь города Иссентуки. Алла пришла одной из первых. Семья была признана малоимущей. У нее две дочери – Ева два с половиной года и Максимилиана – восемь месяцев. Младшая, несмотря на малый возраст, уже столкнулась с большими проблемами. У малышки три порока сердца и шесть перенесенных пневмоний. Максимилиана, крещенная София, плохо набирает вес и ждет своей очереди на операцию в краевом центре. Когда получилось так, что мы столкнулись с этой ситуацией, было такое вот крайнее положение того, что я не знала, куда обратиться, куда мне, где искать помощи. Поэтому я говорю, что обращайтесь, если вас не стесняйтесь, не бойтесь. Действительно, это правильная помощь. И нуждаются, очень много людей нуждаются в таких помощях. И я говорю, благодарна тем людям, которые сделали для нас такое. Дом мам только открылся в городе Исентуки. Но его учредители искренне верят в то, что подобные центры помощи будут только увеличиваться и появляться не только на территории Кавминвод, но и всего округа. Погода тоже женщина. И к 8 марта она все-таки решила устроить праздник. А какой, узнаем прямо сейчас. Маша, рассказывай. В северной части страны объявлены штормовые предупреждения. Надвигается сильный снегопад. А какая погода у нас в краю, узнаете прямо сейчас. Завтра в Ставрополье малооблачно. Днем до плюс 8, вечером около 0. Нью-Намыске безоблачно. Днем плюс 7, вечером плюс 1. Пятигорский ясно. Днем плюс 4, вечером минус 3. В Светлограде безоблачно. Днем плюс 10, вечером плюс 2. Георгиевский ясно. Днем плюс 8, вечером плюс 1. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы. Все видео нашей программы вы сможете найти на нашем новом сайте stv24.tv. Ну а телефон редакции в Ставрополье 35 13 45. Звоните, мы обязательно вам поможем. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Янцова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»